Молитвы 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 этих постовых страстных службах. Это важно в нашей общей личной жизни, в тайной жизни нашей. Апостол Павел, помнится, в послании к галатам хвалил галатов за то, что они имеют такую веру, как будто бы Христос перед их глазами распят. И вот Дмитрий говорит примерно так, созерцая язву спасителя и спасителя распятого, он говорит, лабезаю, Господи, к примеру, язву в десней, то есть в правой твоей руке, и молюсь у тебя, сладчайший спасителю, на страшном твоем суде. «Поставь меня одесную», то есть справа, «по правую руку от тебя». Ведь напомню, что Господь скажет одним «отойдите», а другим «приедите». И те, что будут услышать «отойдите», уйдут налево с плачем и воплем, а те, что услышат «приедите», благословенные, пойдут направо в вечную радость. И вот он, глядя на прободенную правую руку Христа, говорит, Дмитрий, введи меня язвами твоими, чертоги твои, в эту часть спасаемых. При этом, кстати говоря, при каждом этом созерцании, скажем так, язв или размышления о них, он читает молитву «Отчина», что там положено, как самая известная и самая краткая такая из общественных молитв христианских. «Глядя на левую руку», Дмитрий говорит, «Лабызаю, Господи, язву в шуи твоей», то есть в левой твоей руке, «и молюсь я тебе от части шуи я», то есть от левого стояния, от части проклятых, от части отверженных, от части людей, навлекших на себя праведный гнев, избави мя. И опять читает «Отче наш» и переводит взор свой на стопы, пробитые Христовы. Христос своими ногами, одетыми в простые сандалии, иногда и босиком, обошел эту святую землю, которая, собственно, и осветилась его жизнью, его присутствием в особенности. И стопы его по водам ходили, и воды эти твердели и огустевали, как некогда густели они и твердели, разводясь перед жезлом Моисея, пропуская народ, убегающий от фараона. И вот, переводя взгляд свой на Нозе Иисусовы, Дмитрий читает «Отче наш», и дальше говорит «Господи, лабызаю язвы в десней, то есть в правой твоей ноге, и молюсь о тебе, наставь меня на путь правой покаяния». Правый путь имеется в виду, путь правильный, именно образа жизни, внутренний путь. «Лабызаю, Господи», читает опять «Отче наш», говорит «Лабызаю, Господи, язвы в левой твоей ноге, и молюсь тебе от всякого пути лукавого, возброни ногам моим». То есть запрети мне ходить туда, куда ходить не надо. То есть вообще запрети мне жить, ходить теми жизненными дорогами, которые ведут в одно адово. Ведь не зря есть притча такая у Соломона, что есть пути, кажущиеся благими, но концы их в одно адово. И мы имеем пословицу такую, перефраз этой притчи Соломоновой, гласящую пословицу, что благими намерениями вымощена дорога в ад, мы ходим часто кривыми путями, и молиться стоит о том, чтобы Господь от всякого пути лукавого возбранил ногам моим. Переводя взгляд свой на ребра Христовы, на пятую язву, Дмитрий говорит, читает «Отче наш» и говорит, «Лабызаю, Господи, мысленно язву в ребрах твоих». А пронзившее копье Христа, уже когда Христос испустил дух, то воин проверит, жив он или нет, пробил ему между ребер, нанес сильнейшую рану с правой стороны, и из открывшейся раны потекла кровь и вода, что говорит об некоем прободении сердечной сумки. Такое, значит, там есть, она там это доподлинно доказывает. Церковь видит в этих двух источниках, в крови и воде, два источника освящения. Это кровь Евхаристии и вода крещения. И удар до сердца аж дошел Христа, и видели, что он мертв, и уже не ломали ему ноги на голенях, кости, как разбойникам поломали, чтобы они быстрее умерли, и уже видели, что он мертв. Так вот, Дмитрий говорит, лабезаю язву в ребрах твоих, и молюсь о тебе, сердце чисто во мне созижди, и дух прав, обновив утроби моей. То есть до твоего сердца копье дошло, а мое сердце пусть уязвится любовью твоею. И так, как бы созерцая перед собой распятого Христа, читая попеременно молитву Господню, он обращается то к язвам, то от язвы к себе, к своей, собственно, бедной душе, и молится Господу о различных милостях. В молитвах, посвященных Христу распятым, обращенных к созерцанию нами Христа, страдающего за грехи всего мира, есть очень много умиленнейших слов и таких глубоких, таких вымоленных чувств, которые вложены в эти тексты. Там, к примеру, говорится о том, что «преклони вы на кресте главу свою, к земли смирения, преклони вознесенную мою гордыню». Христос опустил голову от усталости уже, когда испустил дух действительно на кресте. И такая просьба Господу, что научи меня смиряться, то есть не поднимать нос, а смири мою гордыню. «Помраченные, имевшие кровью глаза, очи, отврати очи мои, ежи не видите суеты», говорится в одной из молитв, посвященных распятому безгрешному Иисусу. Или же, говорится, «желчь и уксус устами вкусивый, возбрани устам моим говорить ненужное, стропотное, ложное, хульное, скверное» и так далее. То есть всеми язвами своими Господь исцеляет всего человека. Каждая язва – это человеку бальзам. Христос страдал всецело. Слухом, зрением, вкусом, обонянием, всеми телесными чувствами. То есть весь телесный состав Иисуса Христа подвергся тяжелому мучению в крестных язвах. И именно этими язвами мы и исцелились. Так говорится в одной из молитв, что язвы, значит, язвами твоими, язвы мои исцели. Ну и пророк Исаия, издалека предвидя Агнца Божия, этого невинного ягненка, который молча идет на заклане и не противоречит ведущим его, эти слова читает священник на проскомедии, всегда говорит, что язву его мы все исцелехом. Мы были, как овцы, сбившиеся, заблудившиеся, неимущие пастыря. И он понес на себя наши немощи, взял на себя наши болезни, и язвою его мы все исцелились. Эти многоразличные язвы Иисусовой являются врачебством для естества Адамова. Они исцеляют нас. Ну и завершая вот это краткое воспоминание о молитве, способе молитвы святого Дмитрия, я бы хотел сказать, что да, этот способ молитвы как бы католический, скажем так, или филокатолический, близкий к католическому типу благочестия. На данном случае он не противоречит православному типу благочестия. Он направлен на простолюдина, который, кроме отчима нашей Богородицы, собственно, и знать-то, может быть, ничего больше не знает. И ему дается правильный образ мысли, размышления, воспоминания, созерцания, если даже угодно, страданий Господа Иисуса за Него самого, и некий образ обращения ко Христу с целью исцеления своих душевных язв. Однажды, правда, Дмитрию был такой чудный сон перед наступлением утра. Ему снилась Варвара, Великомученица, в таком простивом позолченном гробе. Он подошел к ней взять ее на руки, ее мощи. А она говорит ему, значит, обратила к нему свое лицо, говорит, молись за меня, святая мученица Варвара. Она говорит, уж не знаю, вы молю ли, ибо молишься по-латински. Дмитрий был хороший знаток латинской литературы, языка, и он сам записал это все в дневнике. Он говорит, что, вероятно, так сказала святая мне, потому что я люблю молиться кратко, как есть обычай у латинян. Он действительно советует молиться кратко, но горячо, потому что от долгих молитв часто люди устают, а когда кратко молятся, то вкладывают весь жар своего сердца в те или иные прошения. Но так или иначе, Дмитрий ныне во святых, а его уроки могут быть нам полезны, потому что мы так же малограмотны в вопросах веры, как и те его современники. Поэтому я предлагаю вам, по крайней мере, для знания и размышления вот некий образ предстояния, перед Христом, и мысль о Христе распятом с целью той, чтобы язвами Иисусовыми и мы исцелились. Ну, а Дмитрий, святой великомученик, Дмитрий Солунский, и святитель Дмитрий Ростовский помогут нам своими молитвами перед престолом Всевышнего. Будьте Богом хранимы, братья и сестры, всякой молитвой молитесь на всякое время духом. Доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова